Неоднократно ко мне за последние пять лет обращаются граждане, зоозащитники, просят в подобных ситуациях дать консультацию, помочь. И мне удалось довести до суда два уголовных дела по статье 245 УК РФ, еще в старой редакции Уголовного кодекса, более, скажем так, неудачной. Были люди осуждены, но так как это преступление небольшой тяжести, то наказание было не очень суровым. По первому делу это был штраф, по второму делу молодому человеку дали условную меру наказания и также штраф. Поэтому, ну, помимо этих двух дел, дошедших до суда, были и другие материалы проверок, где не возбудили уголовные дела, потому что полиция не хотела этим заниматься и попросту спускала все на тормозах. Ну, по этой категории дел, можно так сказать, это стандартная рабочая практика полиции. А в нашей ситуации получается, что по таким делам пишется заявление, сразу отказывается, никто ничего не делает. Чтобы заставить работать полицию, приходится писать жалобы в прокуратуру, в ГУВД, обращаться в СМИ, и только после этого они начинают что-то делать, и то не всегда. Если говорить о самой статье, о ее конструкции, то после изменений в январе прошлого года она стала немного лучше, но тоже не идеальной. Ну, хотя бы так, что сделали, то сделали. То, что было до этого, вообще исключало, в принципе, возможность возбуждения практически в 90% случаев. Это мое мнение, я могу ошибаться, это предположение. После того, как появилась информация, что депутат Госдумы взял дело на контроль, дело сразу возбудили. Я примерно понимаю, почему, потому что, когда приходит запрос депутата Госдумы, на него, чтобы дать ответ, нужно написать там на листов 10. Когда зарегистрировано, что сделано, ну, грубо говоря, чуть ли не всю проверку переписать, и ответ этот дается за подписью начальника ГУВД. Проще просто щелкнуть пальцем, сказать, возбуждайте дело, с экспертизой разберетесь потом. Ну, так и сделали, дело возбудили, экспертизы нет. Ну, вот, нас признали потерпевшими, мы дали подробные показания по делу. И, скажем так, ну, высказали свое мнение, как бы мы хотели, чтобы проводилось расследование, с учетом мнения, ну, общественности. Потому что заявление представителя СМИ, прислужбы ГУМВД РФ по НСО, очень непонятно. Он сказал, что массовое убийство животных не нашло своего подтверждения. Из чего сделаны эти выводы, непонятно, потому что дело возбудили только 29 августа. Он тут же делает такое заявление. Возможно, что-то делалось в рамках доследственной проверки, но что-то можно сделать. Вопросить только граждан, направить запросы, получить ответы. Что знают люди? Они знают, что из квартиры изъяли кучу коробок с останками животных. Помимо того, что изъяли в квартире, через день два зоозащитники, скажем так, под окнами этого дома, этой квартиры нашли тоже массу останков. А я догадываюсь, почему он не подтвердился. Просто девушек попросили, они сказали, а мы этого не делали. Мы собирали трупы, к примеру, и вот их препарировали, там, резали, смотрели. Ну, то есть это их версия защиты, она устраивает полицию, и все нормально. А нас она не устраивает. Я говорил дознавателю, что вы, пожалуйста, проверьте эту версию в рамках расследования уголовного дела следственным путем. Вообще у позиции часто такая бывает, у полиции позиция, что к ним приходят лица, в отношении которых проводится проверка, они дают пояснение, они устраивают полицию, и они тут же отказывают от возбуждения дела. Потом приходишь ты, как представитель заявителя, и говоришь, подождите, но вот это же вот не доказано, а вот это опровергается вот этим, и начинаешь с ними просто воевать. То есть не с преступником ты воюешь, а с полицией воюешь, заставляешь их работать. И это длится долго, месяцами и годами порой. Вот такая действительность в нашей стране. И именно поэтому происходят пикеты, митинги, подписываются петиции, потому что люди постоянно с этим сталкиваются. Что будет дальше, можно только догадываться. Сейчас, безусловно, в отношении виновных лиц нужно проводить судебно-психиатрическую экспертизу и выяснять их душевное состояние, есть ли там психические расстройства и заболевания, насколько это серьезно, имеются ли там признаки садизма в их действиях. Ну, это вот как раз вопросы к психиатрам. И это тоже нужно учитывать при расследовании уголовного дела и в дальнейшем вынесении приговора. Есть версия, которая ни для кого не секрет, да, что девушки занимались таксодермией, то есть выделывали трупы животных, продавали. Откуда брались эти трупы, нужно проверять.